Вы куда шагнулись? Острить осталось. Горечь, затая. Два старика сегодня в Барнауле. Известный столб Демидовский, да я. Вот так, со стихами и самоиронией. Владимиру Петровичу 73, но он по-прежнему в отличной форме. И все это благодаря спорту. До выхода на пенсию он работал в Барнаульской школе тренером по греко-римской борьбе. Развивал в учениках не только мышцы и силу духа, но и человеческие качества. У человека есть все задатки, и хорошие, и плохие. Все зависит от того, какую вы создадите среду. Но я старался положительную среду создавать, чтобы развивались те качества, которые полезны нашему обществу. Кстати, сам Владимир тоже любит быть полезным. Вот и на пенсии без дела сидеть не стал. Три года назад к юбилею Великой Октябрьской социалистической революции решил подарить городу вот такой объект. Варил, красил, паял, колокольчик повесил. Там была веревочка, за которую можно было дернуть, и у вас будет счастье. Ну, ненадолго, но будет. Но каждый раз надо будет дергать, чтобы было оно. За счастье надо бороться. Из-за счастья и на татами бороться Владимир привык. До сих пор начинает свой день с зарядки и даже сплавляется по Катуни. На этих фотографиях вся его жизнь. Походы со своими воспитанниками, тренировки, соревнования. Бывший тренер не понаслышке знает, как важно привить детям любовь к спорту. Просто отдать спорт. Пускай работает, двигается, прыгает, играет. А играет, как говорится, начало всех достижений. Владимир считает, что к каждому ребенку важно найти подход. Ну и, конечно же, не забывать хвалить. Надо поощрять. Потому что ничто не способствует продолжению нашей работы, как поощрение. Маленькая похвала где-то там подхвалил его, по плечу погладил, где-то руку ему пожал. О преподавательской деятельности Владимир Петрович вспоминает с особым трепетом. И с улыбкой читает стихи, которые когда-то написал о себе. Милые детишки, как же я без них. Вот и тянешь лямку сразу за троих. В бизнес не уходишь. Видно, святое место есть. Видно, кто-то должен и детей заберечь. София Яценко, Алексей Фризин. День с толком.